ребята всем привет ну что продолжение моей дорожной истории моего нового дорожного и жизненного опыта постепенно изучаю смотрю какие элементы экипировки лучше удобно использовать так же я бы хотел отметить один из немаловажных элементов это защита спины грудного отдела именно как из моего туловища это такие элементы как куртки и комбинезоны тогда и прочее вот я бы как бы она рекомендовал бы да то есть не подходить к этому делу сходительно меня пора бывает тоже там жаркие летние вечера там еще что там кофту накинул или джинсов разумеется местами горький опыт там да то есть я знаю что травы не на слышке береженого бог бережет поэтому на мне сейчас вот такая вот чудесная супер стильный курт кальпинистарс прости повторюсь за что защита для меня это правило номер один правило номер два это правильный внешний вид на то есть вещь должна быть стильная чтобы я не мог приехать там не знаю куда угодно в ресторан кафе на мероприятие на встречу здесь документы все что угодно потому что у меня сейчас говорит именно именно такой ну и просто лайфстайл когда сейчас всем хочется хорошо выглядеть да чтоб все было правильно вот никому не хочется клоуна да вот поэтому мне очень нравится вот эта куртка она идеально сочетается джинсами хотя джинсы на самом деле тоже мотоциклеты непростые вот здесь кучу элемент защит помимо стиля до вот эти кожаные штатки не просто красота это защита если например сейчас все это дело расстегнуть снять здесь можно увидеть вентиляцию да карманы дышащие клапана но здесь вот стоит вставка очень плотно да она не за из силикона из чего она сделана чувствуется то что это реально прям на антипробой от камней там да может и каких-то легких ударов там еще от чего-то наколенники встроены да здесь то же самое стоит вставка силикона потому что это не просто силикон скорее всего специально к этом материи который черствеет при при контакте там с асфальтом там с камнями там или еще с чем-то вот все расстегивается да все застегивается очень удобно самое главное как это сидит смотрите по кисть просто застегиваешь чик четкий окантовку под перчатку ничего не сползает ни сюда не коротко да куда будет задувать вот это супер важно это это то что вещь пошита реально правильно плечи до защиты плечей потому что на асфальте самое основное это скольжение да ты падаешь локтем плечом или тебя провернула то есть вот эти элементы как бы они ну как бы они просто серии маскаф они просто должны должны быть вот надо сейчас давайте сниму посмотрим в принципе я просто люблю когда плотно не люблю мешки если речь идет о раперских майках и толсток здесь подшивается подшивка смотрите технологии да что значит технологии альпинистарс вот казалось бы просто просто клепка для вставки как сделано все тут просто она на липучке держится здесь ребрышки для того чтобы удобно было цеплять вешалки вставка спина защита спины вот здесь вставка плечевые вставки локти пояс подтягивается до утяжка здесь какой-никакой гульфик есть тоже какой-то элемент защиты вот все это естественно не промокаемая все это где нужно где нужно подмышки все это прорезинено и как-то вентилируемо да то есть в этом можно ездить летом вот здесь присутствуют дополнительные элементы вентиляции на молнии да то есть летом открываем весной осенью закрываем вот ворот все застегивается и плюс ко всему сюда еще вот молния сюда еще вставляется подшивка для комфортного использования весной осенью со спадом температуры вот очень крутая вещь внутренний карман тоже присутствует присутствует вот такой еще не видел да там акции герметичный да абсолютно карман отдельные беседки безо всего ну вот в общем супер удобная вещь супер удобная вещь все-таки все-таки на мотоцикле но это я считаю что необходимый тоже элемент экипировки защиты вот такой аксессуар которая просто должен быть потому что если одно дело прокатиться по городу я вижу что многие ребята есть майки для чего ну примите шой у меня снова были моменты когда я сам джару прыгал там надо срочно доехать когда одну поехал по шлем одела поехал но неправильно это неправильно нужно нормально одеваться но если речь вести о поездках куда-то да то есть будет загород просто друзьями поехать прокатиться в другой город или там ну просто там вечерком должен у меня было такое что днем ты уезжаешь жара печет вечером возвращаешься уже как бы так солнышко скрылось уже прохладно продувает приехал из Рязани соседнего города ни много ни мало там сто сто двадцать километров поэтому берегите себя экипируйте себя правильно вот и удачи на дорогах